Вы знаете, Россия... Сейчас, спасибо. Вы знаете, американцы создали все условия, чтобы он попал сюда, в Шереметьево, и находился здесь. Когда его забрал, как бы, или предполагали, что его забрал с собой колумбийский президент целой страны, то его в Австрии просто самолет обыскали. Представляете, если нашего президента или американского президента вдруг зайдут в какую-нибудь Монголию и начнут обыскивать. Это нарушение всех прав. Поэтому здесь есть, как бы, издержки. Но если уж так пошло, и мы должны отпустить его, как политического, как бы, беженца к нам, то они должны выпустить тех, кто предал Россию в свое время. Это от Калугиным там до других предателей, которые бросили и уехали в Америку. Американцы говорят, ничего подобного, мы никого не выпустим. Сейчас обратная ситуация, когда нам нужно выпустить его. И, видно, он столько всего знает, что они боятся. Но, с другой стороны, у нас в России нет смертной казни, в Америке ему грозит смертная казнь. Если мы сейчас его отпустим или выпустим туда, то он просто будет казнен. Это не совсем, как бы, по правилам игры вообще человека, европейского человека или мирового. Поэтому я считаю, что это раздутая история, конечно, вокруг него. Но, наверное, нам нужно, как бы, вести твердые линии и не создавать претендентов для того, чтобы мы все время унижались перед Америкой, которая нам диктует условия. Вы отдайте нам, а мы, как бы, никого не выпустим, кого вы просите. Это не совсем так. Поэтому нужно держать марку и, как бы, сделать так, чтобы и овцы были сыты, и волки были довольны. Но при этом не нарушать прав человека и не создавать ему таких условий, чтобы он был казнен. Это будет опять пятно на Россию. Спасибо.